И отказалась от успешной карьеры. Сейчас она с командой разрабатывает экзоскелеты, в которых парализованные пациенты заново учатся ходить. Экзоскелеты – это сочетание робота и человека внутри. Эта задача, кажется, непосильная. Они мечтали фантасты еще с конца прошлого века. Это робототехника, которая является ярким примером робототехники, которая служит людям. В 2014 году компания «Экзоатлет» стала резидентом Сколково. Через год нашла первого инвестора, а в 2018 вышла на международный рынок. В 2017 году Екатерина Березей вошла в список Young Global Leaders, составленный всемирным экономическим форумом. Конечно, я мечтаю о том, чтобы люди, нуждающиеся, получили доступ и смогли благодаря нашей технологии восстановиться и делать этот мир лучше. Экзоскелеты используют уже в 46 клиниках в России и за рубежом, но главная награда для команды экзоатлета – счастливые глаза тех, кто вновь самостоятельно сделал первый шаг. После того, как ты уже оделся и встал, это такое вдохновляющее чувство, просто потому что ты много лет сидишь в инвалидном кресле без возможности встать. И тут понажать одной кнопки, в сию секунду ты просто осуществил свою мечту. Совершенствоваться для меня значит находить решения там, где кажется, что их нет. Это невероятный вызов для всей нашей команды собственноручно это будущее создавать. Поэтому экзоскелеты – это как новый выход в космос для людей, у которых не было такой возможности. КОНЕЦ КОНЕЦ Наш век особенный, век быстрого развития и головокружительных возможностей. И вот, когда ты достигаешь очередного своего пика, вдруг задаёшь себе вопрос, что я сделал такого, чем всерьёз могу гордиться, сделал ли я окружающий мир лучше и счастливее. Это важный вопрос для каждого из нас. И если ответить на него честно, жизнь начнёт меняться. И всё вокруг засверкает новыми красками. Мне было 34, когда со мной это случилось. Я очень признательна своим родителям за то, что научили самостоятельно справляться с трудностями. Потому что только самостоятельность и готовность рисковать даёт свободу выбора. В юности я хотела быть юристом, программистом, журналистом. В итоге получила математическое образование. Решающим доводом были папины слова. После сложных пяти лет на мехмате ты сможешь стать кем угодно, даже заниматься медициной. Всё так и случилось. В мире света и теней Люди смыслов новых ждут. Сотни лет, ночей и дней Я потрачу на свой труд Лишь бы, отыскав своих Сделать лучше мир других Обещаю, я стану мудрее Мир мой ради тебя Обещаю, я стану сильнее Мир мой ради тебя Станет дело судьбою моею И когда-нибудь я сам То, что знаю и то, что умею Детям своим Сладеждая дам В начале пути мы амбициозны, Любопытны, мы анализируем и ищем себя. Когда набрался опыта, увидел жизнь во многих ее проявлениях Испытал свои силы и возможности Вот тогда и формируется вызов Сделать что-то поистине прорывное и важное В моем случае вызов пришел из стен роботехнической лаборатории Майя Альма Матер в МГУ От шести человек команды инженеров и математиков Собравшись со своими руками Создать экзоскелет, чтобы здорового человека Сделать сильным Парализованных людей вновь научить ходить А пожилым продлить активную жизнь Для всей команды Это был поистине серьезный вызов Нашей первой ласточкой Стал экзоскелет, помогающий людям После травмы и инсульта Вновь начать ходить Получив первые невероятные результаты В России, мы стали мыслить глобально За пять лет Выросли из девяти мечтателей Большую международную команду Из семидесяти человек И мы искренне гордимся этим Не смешение вреда мной Не смешение вреда мной Путь укажет мне рассвет Мой наставник, опыт мой И открытия прошлых лет Лишь бы не напрасно жить Пульсы тени жизни нить Не прерваться Не прерваться, сохранить Обещаю, я стану мудрее Мир мой Ради тебя Обещаю, я стану сильнее Мир мой Ради себя Станет тело Станет тело судьбою моею И когда-нибудь Я сам То, что знаю И то, что умею Детям своим С надеждой я дам Вы здесь Потому что стремитесь Стать профессионалами Ну что это значит? Нужно ли для этого вдохновение? Или достаточно простой рутины? Что значит на этом пути Эмоции, сила воли, Поддержка партнера и семьи, Мнение команды, Приверженность идеям? Как меняемся мы и люди вокруг нас, Пока мы идем по своему пути? Что нами движет? И что помогает? Что заставляет после очередной неудачи Продолжать вновь и вновь? Для нашей команды Это горящие глаза наших пилотов, Их невероятное желание продолжать тренировки. Мы выбрали сложный путь первопроходцев. Недостаточно создать экзоскелет, Нужно сделать эту технологию доступной для всех. Это и значит изменить мир. Обещаю, я стану мудрее, Мир мой ради тебя. Обещаю, я стану сильнее, Мир мой ради себя. Стану в тело судьбою моею, И когда-нибудь я стану То, что знаю и то, что умею, Детям своим безладельно я дам. Человек, создающий, должен следовать за мечтой. Оглядываясь на ближнего, Используйте ваш уникальный набор навыков и способностей, Чтобы улучшить мир. И вы увидите, что сможете сделать необыкновенные вещи. От вашего решения зависит, Как изменится ваша жизнь. И мир вокруг вас. Обещаю, я стану мудрее, Мир мой ради тебя. Обещаю, я стану сильнее, Мир мой ради тебя. Станет тело судьбою моею, И когда-нибудь я сам. То, что знаю и то, что умею, Детям своим безладельно я дам. Пилоты Экзоатлета, Анна Денисова, Юрий Жаллим, Сергей Блино, Казанский матрик, Трио Джукбок, А также певица Риж-43-со-театрик, Энна Денисова, Юрий Жаллим, Сергей Блино, Мартин Непилон. Если вы обратили внимание, Здесь был летающий гид, Который в 3D-реальности был дополнен Специально для телезрителей, Опять же, Новейшими технологиями. Зрители Казань-арены не могли за ней наблюдать, А вы, уважаемые телезрители, Очень насладились всеми новыми технологиями Совершенствования сегодня мероприятия. Ну, VR это вообще новое направление, Да, и та штука, Которая, я думаю, В ближайшие несколько лет Будет все больше и больше, Скажем так, Воздействовать на людей, На мир информационных технологий, И вот эти графические системы, Современные графические системы, Это очень-очень здорово, И очень красочно все это смотрится, Вот такой проплывающий, Якобы проплывающий над зрителями кит. Ну и...